Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Чудес в мире животных множество. У каждой животинки, даже самой неприметной, есть свой оригинальный способ выживания. Вот и наш сегодняшний гость умеет удивлять. Все потому, что он изобрел собственную электростанцию. Встречайте электрического угря – вид лучеперых рыб. Несмотря на внешнее сходство, электрический угорь не родственен настоящим угрям, он скорее близок к карпам и самам. Человеки узнали про электрических рыб довольно давно. Например, еще в Древнем Египте для лечения эпилепсии использовали электрического ската. Анатомия электрического угря подсказала Александра Вальте идею его знаменитых батарей. А Майкл Фарадей, отец электричества, использовал того же угря в качестве своего научного оборудования. Сейчас же мы уже знаем, что двухметровый угорь может сгенерировать до 600 вольт. Зачем это ему нужно? Не сложно догадаться для охоты, ориентации в пространстве и для защиты от других хищников. Однако долгое время непонятным для человеков оставалось лишь одно – как именно эти рыбы пользуются своим электрошоком. Например, натуралисты не сразу поверили, что эти рыбы наносят удар именно электричеством. Сначала предполагалось, что они каким-то загадочным способом типа замораживают свою жертву. Однако в 1772 году было доказано, что угри используют электричество для оглушения своих жертв. Как они это делают? Сейчас об этом узнаем. Итак, электрические угри населяют реки с северо-восточной части Южной Америки и притоки Амазонки. Средняя длина нашей речной электростанции – до полутора метров. Хотя иногда встречаются и трехметровые рыбехи. Весит такая рыбка порядка 40 килограммов. Хотя у этой недорыбы чешуи вообще нет, а из плавников только хвостовой и грудной. Вдобавок ко всему дышит электрический угарь атмосферным воздухом, а не жабрами. Это возможно благодаря большому количеству особого вида ткани ротовой полости, пронизанной кровеносными сосудами. И для дыхания угрю нужно каждые 15 минут всплывать к поверхности. Почему он не дышит жабрами? Все дело в том, что притоки, где обитает электрический угарь, слишком мелкие и мутные, а вода в них практически лишена кислорода. Но у такой эволюционной фишки есть и свои плюсы. Если угарь вдруг окажется вне воды, он сможет прожить несколько часов. Окрас у электрического угря оливково-коричневый, что позволяет ему оставаться незамеченным для потенциальной добычи. Только нижняя часть головы окрашена в оранжевый, но вряд ли это поможет несчастным жертвам электрического угря. Ведь стоит ему содрогнуться всем своим скользким телом, как образуется разряд напряжением до 650 Вольт, который моментально убивает всю находящуюся поблизости мелкую рыбёшку. Жертвы электрошока падают на дно, а довольный оборотень подбирает её, заглатывая целиком. Так откуда же электричество? Наш гость имеет особые органы, состоящие из многочисленных электрических пластинок. Это такие видоизменённые мышечные клетки, между мембранами которых и образуется разность потенциалов. Они расположены по бокам и занимают примерно четыре пятых от длины всего тела. Кстати, электрический угарь может генерировать разряды и с меньшим напряжением до 10 Вольт. Просто у него плохое зрение, и он использует свой дар ещё и как радар для навигации и поиска добычи. Удобненько, особенно если жертва затаилась и в темноте ничего не видишь. Зоологи, наблюдая за электрическими угрями, которые жили в специально оборудованном аквариуме, заметили, что они могут разряжать свою батарею тремя разными способами. Первый – это низковольтные импульсы, предназначенные для ориентации на местности. Второй – это последовательность двух-трёх высоковольтных импульсов, длящихся несколько миллисекунд. И, наконец, третий способ – это относительно долгий залп высоковольтных и высокочастотных разрядов. И это для охоты. Когда угорь нападает, он посылает добычи многовольт на высокой частоте. Трёх-четырёх миллисекунд такой обработки хватает, чтобы обездвижить жертву. То есть, можно сказать, что угорь использует дистанционный электрошок, причём чистота его намного превышает искусственные приспособления. Парализовав жертву, наш электрошокер должен незамедлительно её съесть, иначе та очухается и уплывёт в целом. Электрический угорь демонстрирует довольно изощрённую охотничью стратегию. Время от времени, посылая во внешнюю среду псевдомышечные разряды, он заставляет затаившихся жертв обнаруживать себя. Затем подплывает туда и подаёт уже другой разряд, парализующий добычу. Иными словами, угорь просто получает контроль над мышцами жертвы, приказывая им двигаться или замереть, тогда, когда ему это нужно. При всех своих суперспособностях электрический угорь весьма агрессивен. Он нападает сразу и не собирается никого предупреждать о своих намерениях. Он искренне считает, что наделён даром суперзащиты, поэтому он не спешит сдаваться даже более крупному противнику. Бывали случаи, когда угри бились даже с крокодилами, а уж людям и вовсе стоит избегать встречи с ним. Конечно, вряд ли разряд убьёт взрослого человека, однако ощущения от него будут более чем неприятные. К тому же есть риск потери сознания, а если при этом находиться в воде, можно просто утонуть. Так что советую аккуратнее купаться в Амазонке. Любопытно, что эволюция разных видов электрических рыб шла параллельно друг к другу, и в итоге образовались органы, которые во многом работают по схожему принципу. Из рыб на производство электричества способны около 250 видов, но у большинства электричество — это лишь средство для навигации. И только электрический угарь среди всех них достиг наибольшего мастерства. Кстати, электрические угри неплохо приживаются в неволе и часто служат украшением в больших аквариумах. А какие ещё Вы знаете суперспособности у морских и речных млекопитающих, напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok